МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Десногорске отметили День знаний. Хочу поблагодарить вас, уважаемые родители, за безграничное терпение и заботу о воспитании детей. Профилактическая акция ГИБДД «Внимание, дети!» Снижаем скорость, соблюдаем скоростной режим. Своих детей и унуков перевозим обязательно в специально удерживающих устройствах. 1 сентября прошло очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В этот день суточный прирост заболевших COVID-19 по области составил 9 человек – 7 в Смоленске, 2 в Сафоновском районе. Между тем, в Десногорске идет подготовка к сезону гриппа. «Мы не получили пока ни одной вакцины, но ждем вот-вот сообщение, что должны вакцину поставить. Поэтому грипп надо приливать в обязательном порядке». Сотрудники МСЧ-135 призывают серьезно отнестись к сезонному заболеванию. После пандемии коронавируса традиционный грипп кажется не такой опасной болезнью. Но нередкие летальные исходы говорят об обратном. Уберечься от гриппа и от коронавируса – особый эпид-режим, из-за которого пока еще действует, можно при помощи привычного средства – одноразовой маски. «Постоянно обходим, постоянно предупреждаем. Но, конечно, у нас продавцы сидят без масок, мы это сами видим. Но и также граждане у нас не соблюдают режим повышенной готовности». Указом губернатора области защитная маска все еще обязательно к ношению как среди горожан, так и среди представителей торговли. Мера актуальна как минимум до 7 сентября. До этой даты действует нынешний этап снятия особых эпидемиологических мер. Во вторник, 1 сентября, для десногорских школьников наступил новый учебный год. Занятия во всех образовательных заведениях города начались в очной форме. Несмотря на пандемию, праздник прошел в традиционном формате, но с соблюдением санитарных норм. На торжественной линейке в одной из школ Десногорска побывала наша съемочная группа. В этом году в Десногорске школьный порог переступили 2925 учеников. Более 305 из них пошли в первый класс. Из-за коронавируса общешкольные линейки в этот раз отменили. Исключение сделали для первоклассников и выпускников. В средней школе номер один праздник прошел на школьном дворе. Первоклассники познакомили со своими будущими учителями и поздравили в стихах всех школьников. Одиннадцатиклассники, в свою очередь, сказали малышам напутственные слова и подарили им символический ключ от волшебной страны знаний. В торжественной линейке приняли участие почетные гости из администрации Десногорска, общественных организаций, депутаты городского совета и представители Смоленской АЭС. С теплыми поздравлениями в адрес учеников, педагогов и родителей выступил глава города Андрей Шубин. Хочу поблагодарить вас, уважаемые родители, за безграничное терпение и заботу о воспитании детей. Педагогам слова особой благодарности за их благородный труд. От всей души желаю всем вдохновения в труде и учебе. Пусть новый учебный год будет интересным и успешным. По традиции линейка завершилась первым в этом году звонком. В школу детей запускали по очереди. На входе установлен утренний фильтр, который будет действовать, пока не наладится эпид-обстановка. Школьников будут тщательно осматривать, чтобы в случае, если ребенок заразился, не допустить передачи инфекции. У нас сейчас все есть необходимые, соблюдены нормы. В соответствии с постановлением главного санитарного врача России проводим термометрию. Проводим обработку дезинфекции рук и также рециркуляцию воздуха в помещениях. Ученики и их родители как никогда соскучились по школе. Ведь до летних каникул несколько месяцев учились дистанционно. За это время выпускники сделали вывод о том, что онлайн-обучение не способно заменить уроков в классе. Я вообще не одобряю это дистанционное обучение. Лучше, когда ты сидишь в школе и тебе все доступно, объясняют, показывают. Нужно иметь огромную усидчивость, чтобы ни на что не отвлекаться и все время быть занятым уроками. А так сидишь ты, то книгу увидишь, то еще телевизор заиграет, то еще что-то в квартире. Это очень сложно учиться на стационарном обучении. Несмотря на ограничения, праздник все же остался праздником. Незабываемым, радостным и волнующим. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. С 1 по 3 сентября в Десногорске проводится профилактическая акция ГИБДД «Внимание, дети!». Мероприятие призвано обратить повышенное внимание на юных участников уличного движения. Особенно с окончанием летнего сезона. Снижаем скорость, соблюдаем скоростной режим. Своих также детей и унуков перевозим обязательно в специально удерживающих устройствах. Начало нового учебного года – это очередная пора для водителей, когда нужно сосредоточиться и быть внимательными на улице и на дорогах. Как показывает статистика, в осенний период происходит наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. Соблюдайте скоростной режим, будьте особенно внимательны за рулем, проезжая в районе школ, подвозя своих детей в автомобиль, не забывайте их пристегивать и перевозить в специальных удерживающих устройствах. Сотрудники ГИБДД также напоминают и родителям о необходимости обучения своего ребенка правилам дорожного движения и своим личным примером показывать их соблюдение. А теперь куротко о погоде. 3 сентября в Десногорске будет пасмурно, днем плюс 24, ночью плюс 17. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefiz.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами был Виталий Волков, увидимся!